Министерические фирмы не хотят брать на работу так называемых нерадивых родителей. Мы очень недоработали в этом вопросе. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и подвергаемся значительной критикой, когда ищем негосударственные собственные предприятия и чуть ли не навязываем им, что возьмите этих людей к себе на работу, а они вынуждены это сделать не из побуждения того, что они нужны этому коллективу, а чтобы где-то не портить отношения с органами внутренних дел. И поэтому имеем достаточно много нареканий. И вот сегодня мы предложим несколько схем, которые позволят, на мой взгляд, все-таки в другую плоскость перейти. Еще один вопрос касался строительства спортивного комплекса Минская арена. Министр является куратором этой стройки. По словам Владимира Наумова, у него накопилось достаточно претензий, но не к строителям, а к руководителям строительных компаний. Я, допустим, даже как министр, прошу, давайте это сделаем быстрее, так как наши дети, наши дети, дети этих строителей будут заниматься какими-то видами спорта, будут отличены в том числе от пустого времяпропреждения на улице. Но как раз вот у руководителей и организаторов я не вижу вот желания, что давай я сам для себя сделаю. Еще один вопрос касался отпуска осужденного Александра Козулина. Интересовались прежде всего, почему его отпустили на похороны жены не сразу. По словам министра, Козулин вообще не имел права на этот отпуск и на похоронах присутствовал вопреки всем правилам. Осужденный Козулин, согласно действующего законодательства, не подпадал от предпочтения отпуска. Значит, у нас не является в стране бывшая жена близким родственником, и поэтому уже сама травтовка, что к близким родственникам, она сюда не попадала. Но приняли такое решение, будем говорить, даже не исключительно, а вопреки действующему законодательству.